Луки 9 глава 28 по 36 стих Петр же и бывшие с ним оттягчены были сном, но пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу, наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Ирии, не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глаз глаголющий, сей есть сын мой возлюбленный, его слушайте. Когда был глаз сей, остался Иисус один. И они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели. Чье толкование, Егор? Блаженов Филатов. Он оставался тем же, кем был Христос, но вид лица его явился гораздо светлейшим, чем прежде. Подобное произошло и с его одеждой, ибо только вид ее блистал мумией. Существо одежды не переменялось, а только наружность. Когда он молился, ему предстояли Моисей и Илья, чтобы показать, что он не был противник закона и пророков. Моисей, почему именно Моисей? Именно Моисею Бог дал в скрижа Лизавета. Ибо если бы он был противник, то Моисей, давший закон, Илья, ревничающий из пророков, не дозволил бы себе служить ему наподобие телохранителей, не даже быть с ним. Чем Илья тоже прославился? Какой ревностью? Давай, Христос, отвечай. В Дельханзавете рассказывается, что во времена Ильи был царь Ахаф. Его жена Илья слоняла его в сторону язычества и склонила. И тогда Илья сказал, что пока Израиль не обратится к вере в истинного Бога, не будет дождя. И дождя не было. И потом... Сколько не было? Несколько лет. Исклонено было. И потом Илья сказал, давай проверим, чей Бог настоящий. И позвал их на гору и приказал им сделать два жертвенника. И сказал, что давайте вы просите огня у своего Бога, но огня не подкладывайте. И они просили целый день, но у них не вышло. И тогда он взял, уложил жертву, пролил все водой, так, что вокруг канал был полон воды. И стал молить Бога. И сошел с неба огонь и пожрал и воду, и тельца, и жертвенник. И тогда все поняли, кто настоящий Бог. И Илья приказал трубить головы всем жрецам Ваалу. Ну, то есть вот такие события такие. У него много было событий. Иначе, нас есть еще добавить? А я еще не слышал, в чем он был. А, вы слышали? Она объясняла, чем Илья прославился, почему он был редмишим. Меня интересует вопрос, что такое об исходе его? Исходе, оттолкование говорится тут дальше. Об исходе. Беседуя об исходе. То есть мы узнаем даже, о чем они беседовали, не слышали. Что значит об исходе? Илья с Иисусом, Моисеем, беседовали об исходе Иисуса. О каком исходе? Они говорили о исходе, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. То есть о смерти его. Ну и о чем? О крестных страданиях. Да. То есть о выходе из этой жизни. Чем закончится миссия Иисуса Христа. Вот это исход означает. Я попутно хотел сказать вчерашнее, потому что если не сказать, то нет. Я тебе вчера говорил, о тебе крестик вот у тебя. Подожди, убери руку. Почему мы тебя видим? Этого никогда у православных не было. Это шпана делает так, крестик показать. То есть живут безбожно, а крестик лепят, вот сюда подтягивают. Вот у меня не видно же крестик. У меня и не видно. Ни у кого не видно. По порядку. Ну посмотри, как он застегнутый. Ну посмотри. Это уже воротник книзу пошел. Ну посмотри как. Внимательно. Рядом сидит твой брат Местор Андреевич. Посмотри у него как воротник. Воротник это то, что у собаки ошейник. Он ошейник. Он называется на шее. А у тебя куда идет? У женщины вот так. Раз. Так не бывает на шее. Он выскочит из него. Ну как его так и есть. В этом нас Господь удерживает в норме. Привязывает к Слову Божию. А здесь уже грудь, уже заранее открыта. Я тебе это говорил вчера. Ты ничего не сделал. Крестик никогда не видел. Он называется нательный. Не для показа. Нательный. Его видно. Только тебе. Он нательный. Висит где. Вот у меня. Растегну тебе. Покажу. Вот он где. Нательный. Вот он крестик. Вот из бани приходишь. Ты из бани пришел. Лесо у нас всегда принято. Он был. Крестик задел водой. Целовал. И опять застегнулся. Его никто не видит. Что ты опишешь-то? Никакое здесь. Ничего. Ну нет. Не положено так. Так. Воротник вот так должен быть. Смотри какой Лисовета. Закрыто. У Марии посмотри как закрыто. Одно ты с открытой грудью. Это не целомудренно. И наталкивает не на хорошие мысли. Женщина должна более всего беречь грудь. Это ее источник жизни. Более всего. А вас наоборот у женщины все вываливают. Это никакой тайны не составляет. Женщину разденье такая же стоит. Ничего нет. А вот она идет. Сверкает. Разрезает. Ни одного разреза чтобы нигде не было. А вы уже в этом утонули. Я вот смотрю в другой раз. Играет христианский где-то бракосочетание связи. Срам. Стыд. Вот уже обязательно чтобы груди было видно. Дальше прозрачно. А здесь налеплено. Да это твердо. Тебе вредно это. Во-первых. А дальше. Да какая же это христианская свадьба. Это берская обыкновенная свадьба. А что там какие-то сцены ставят. Где бы ни было. Это в Америке я гляжу православных. В Греции особенно там распущенность. Там ничего божественного нету. Ты посмотри нормальные когда игра по-своему бракосочетания. Ну бывает где-то. С какой осторожностью. Как одеты. И даже не православные. Вот смотришь. Как это называется. Джейн Эйр. Бронтель. Или кто-то там написал это. Вот. И когда он стоит с ней там. Как она одета всегда. Какой в ней щепес. Это конечно. Прошлая Англия. Но однако. Я видел. Когда. По-настоящему. Настоящие мусульманки. Как она одета. Она всегда одета так. И чтобы атак грудь не у одной. На 2 миллиарда не у одной. За 1300 лет не у одной. Что-то я вам не понял. Люди и тянутся туда. Мусульманцы. А поглядят на такую. Да кому ты нужна? А почему говорит. Мусульманок не трогайте. А христианок только трогайте. Она идет такое. А они ее там пинают под задницу. Втроем. Да где вы нашли христианку? Это шлюха. Это подлая проститутка растет. Б. А вы ее христианкой называете. Вот и все тебе. Твоя характеристика такая. Тебе надо это? Тебе другого имени уже не будет. Это приклеится. Ты с детства уже приноравлена к этому разврату. Вот они как отвечают о русских. А они идут там по трассе. Совершенно голая задница с фотографирования. Это фото взорвало. Чем взорвало? Дресней. Пакостью, говном. Чем она взорвала? Интернет взорвали. Идут две голые какие-то проститутки. А мусульманки может быть? Нет. Интересно у них футбол. Мини-футбол. Мини-футбол. Это значит, где-то маленький стадиончик. И едут туда российские. Форма для всех одна. А приехали куда? В Судан. В Иран. И говорят, мы уже едем в третий раз. В прошлый раз мы победу одержали. А как? Правило такое. Нам говорят, дома шили хиджабы. Здесь, в России. Сейчас, в настоящее время. Одеты. Они пинают мяч. Все. Но все одеты в юбках, как положено. Ну, а как вот, допустим, фигурное катание. Крутится? Крутится нормально. У меня там четыре юбки. Две развиваются, а две прикрывают. Специально изобрели материю, которая в воду впитывает. Правда, мгновенно. Одежда есть, но она пропитывается. Мы едем в Турцию. Пляж. А там как? Никак. Высокий забор, там три метра. Полицейские женщины дежурят. И ни одна раздетая купаются в одежде. Но одежда вся промокнута. Так женщина, там никто не видит. Не касается закон. Что в таком виде ни одной нет. Еще вам непонятно-то. Вам нравится? Нравится? Мне нравится. У них сто процентов сохранение девственности до брака. Сто процентов. Нам бывает такая с парнем познакомилась, да переспала. В этот же день его убьют. Это мерзости нету. Нету. Нам, христианам, до них еще 1300 лет ползти. Я беру только один момент. Сегодня же, сейчас только. Выйдешь из-за стола, сними куда угодно день. Не надевай больше такой. И крестик. То есть ты уже блатная. Ты уже блатная. И слова какие будут у тебя лезть из тебя. Тебе любой может прикасаться. А ее не коснется ни один. Одна мусульманка говорит. Ее там, ну, как и терю берут. Ты замужем? Нет, не замужем. А есть такой парень, который нравится? Она говорит, есть. Мне очень нравится один юноша. Но я сказать не могу. А как узнала? А ты-то ему нравишься? Брат мой сказал. Через брата. Через брата он передал. А ты и хотела бы побеседовать? А это нельзя без отца. Только с отцом. Да у нас она все заборы обтерла уже. Подлая. И кого беречь-то? И никого нет. Она только думает, аборты где сделать. Сбросили ребенка куда? В мусорный ящик. В трубу. И вот, так вырезали его там, вырезали. И не могут найти, кто это сделал. Их сплошь и рядом такие. Сплошь. Тебе это надо? Но ты уже в этот разряд уже становишься. Уже все. Играет свадьба верующая. Голова открытая. Мне прислала мусульманка. За столом сидят. Все в хиджабах. Одни личники. Ну, класс примерно там восьмой может быть уже. А маленькие. И маленькие такие же сидят все. Их берегут все. У нас никому не нужен. Поп ни об одной не заботится. У нее матушка ходит. Наши вижу там, где все это безрукавые. Не одной безрукавой нету. На юге живут. А тут жарко, сопрело. Они такие же женщины. У них тоже самое женское. Я в Болгарии был. Она за рулем сидит. Вот только вот в лесу одно вязать. Я увидел ее и поклонился. Она мне улыбнулась и поклонилась. Я показал ей вот это вот. Я говорю, это очень хорошо. Но она не слышит. Я просто показал где-то. Старые. Ну, старые. Может, лет по 70 идут. Одетые как. Молодая стоит. Одна отдельно беременная стоит. Платье по асфальту. Одета только лицо. Они берегут их. Берегут. Сестра, одень хиджаб. Шейх выступает. Сестра, одень хиджаб. Пойди сегодня же и купи. Он везде продается. Специальная одежда. Одежда. Вот как. А я вчера тебе сказал, ну, внимание, с тебя как с гуся вода уже. Ты не устрашилась, не устыдилась. Сегодня опять такая же явилась. Договорил вчера? Да. Почему не сделала это? Да отвечать не сейчас, потому что наглая. Бессовестная. Я грудь, грудь я должен вам закрывать. Да не, не надо. Стороны отрезаны, юбки у тебя были. Уже было это. Синафы были. Вы страдать будете. Страдать будете очень тяжело. Очень. Мусульмане, приеденные в Германию, в Норвегии, они насилуют. Почему своих не насилуют? Ему сразу смерть. Ты вспомнишь ЖНР, когда она у богатого преподавала, и вон ее там падает в лестнице, она шла, и он захватил. Ну, видно, что он здоровый, крепкий мужик, он бы ее... И он схватил, и она ему отсчитала. И он сразу попятился. Почему? У него за плечами смерть стоит. Если он что с ней сделает. Смерть. Его казнят. И показано один там что-то... Переспал женщины где-то, по голову зарыты, и все стоят с камнями. Только сказали, и полетели тысячи камней. Все, гора. Нету. Ему уже ничего не вспомнится. А ее... А я... Я ее поставил, он подошел к ним вот так, подхиджа, сунул гранату. Он вскочил ее, рванул, а тряпки они висят, еще нигде нету. Они очень любят женщин. Они походливые жеребцы. Это верно. Четыре жены. Но и берегут они их. Берегут. Ему кто-то позвонил одному, это уже, конечно, сверх всякого, и говорит, твоя бывшая жена русская какого-то мужика привела. Он забрался по трубе и захватил их обоих, зарезал сразу, опять по трубе и ушел. Бывшей не бывает. Ты за него вышла, ты связала себя навеки. А он тебе столько рабов наобещает. Это жеребцы походливые. Я беру только одно. Как они умеют хранить молодежь? Меня не надо в этом другом обвинять. Ты слышишь, что говорят тебе? Почему сестре не укажешь на ее непотребный вид? Ты должен беречь ее. Я сейчас не могу сказать, это в Дагестане. Захватили они в заложники где-то. Ну и он стоит там. Да пацан совсем маленький. Там где третий класс что ли. И один что-то с ее сестрой неблагоговейно обратился. Он рванулся вперед, выходил в автомат и тут же его застрелил. Ну его, конечно, убили. И он знал, что его убьют. А когда спросили, почему так сделал? А почему он к моей сестре рукой прикоснулся? Кто его разрешил? Он пропитан этим. Показывают. Пленного взяли какого-то щищенца одного. Идут по горам. И в одном месте. И надо было узнать, где они идут. Карты нет. А там бабы стирают белье. И вот ослали. Он вернулся обратно. И вот только тут и убежать. А этих-то несколько. Команда или тульские? Это там команда. Вернулись. Они видят и молодые. Там щищенки стирают. Что-то и спрашивают. И вот у тебя там девка осталась какая-то. Он говорит, у нас не положено это. И все, весь ответ. И в одном месте, чтобы он не закричал, он его зажаловал и задушил. Советский. Даже Александр Глебович Невзоров показывает это чистилище. Их сравнивать с нашими даже сравнивать нельзя. Как они себя ведут корректно. Какая дисциплина. Они непобедимые. Они воины Аллаха. Вот такого спрашивают в школе. В школе, в первой классе. Кем хочешь быть? Как брат мой. Он шахид. Он умер за Аллаха. Я готов. И он уже с автоматом ползает. Это воинственный народ. Это бич Божий пришел. В лице их руководителя. Мухаммада. Они вызовут к себе уважение. Их бы не было, если бы проповедовали. Это были бы православные настоящие пророки. А не ревностные. Как Андрей Караев говорит. Это религиозно талантливый народ. Религиозно талантливый. О парашек еще нельзя сказать. Намаза никакого нет. За тысячу лет в одном городе тысячи человек мужчин не собрали никогда. Ну военные там, когда солдат заводят. А что заводят? А здесь каждый сам пять раз в день. Это самое ценное, что я вижу в мусульманске. Ты поняла? Да. И застала проще. Бери нитку, иголку, чья же. Переделай, перешей. Ношей. Там тряпку какую-нибудь на грудь. Крестик утряни. Чтобы его не было. Все, решен вопрос. Все. А ты тюхтя сидишь рядом. Твоя сестра обмерщилась совсем, и ты не видишь этого. Горе как. Все? Все. Так, выйдите на улицу, я вам кое-что еще. Все. Да, все. То есть здесь. Выходи в дешевле с аппаратом.